Последние новости из зоны конфликта на востоке Украины. Как сообщают из Донецка, в Куйбышевском районе города в результате обстрела повреждены 11 домов. Два полностью разрушены прямым попаданием снарядов. По словам местных жителей, украинская страна открыла огонь после полуночи. Обстрел ввелся из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и продолжался несколько часов. В целом ситуация в Донбассе остается крайне сложной. Сохраняется реальная опасность возобновления масштабных боевых действий. Линия раздела проходит не только в зоне конфликта. Глубоко расколото украинское общество, участников всеукраинского крестного хода, которые шли в Киев с молитвой о мире и единстве страны. Другие сограждане называли предателями, встречали оскорблениями и угрозами, блокировали дороги, но так и не смогли остановить. Репортаж Алены Германовой. Кадры, которые заставили замолчать даже скептиков, несмотря ни на что, они дошли. Через всю Украину, 750 километров с востока и 450 с запада. После трех недель пути они встречаются в Киеве, чтобы оставшиеся километры пройти вместе. От Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Впереди священники несут семь чудотворных икон. Следом десятки тысяч людей, которые молятся только об одном – о мире в стране. За мир, за любовь, за единую Украину. Мы все хотим помолиться за мир, за то, чтобы в нашей стране все были вместе. И пусть Божье благословение сойдет на нашу землю. Я желаю, чтобы у людей была любовь, был мир в сердце. И чтобы независимо от их политических взглядов они бы относились просто полютки друг к другу. Простые желания объединили, кажется, всю Украину. Шествие словно бесконечное. 45-50 тысяч человек по неофициальным данным полиции. Но представители церкви говорят о 80 тысячах верующих. Столько людей на улицах Киева не помнят со времен Майдана. Радость духовная такая, что весь мир обнял бы. Сколько мы прошли всего, увидели, помогали друг другу. Хочется жить, ребята, честное слово. Они действительно прошли через многое. Чем ближе были к Киеву, тем чаще их мирное шествие встречали далеко не мирно. Радикалы запрещенные в России организации украинских националистов преследовали паломников и на западе, и на востоке. Вставали на пути, шли рядом. Оскорбляли, закидывали яйцами и обещали в Киев крестный ход не пустить. Нас тут до сотни людей. Нас здесь до сотни человек. Мы максимально, насколько возможно, в этой ситуации будем мешать им пройти Киеву. Может быть, будем перекрывать трассу. Может быть, будем бросать яйца. Это идет секта КГБ. Что тут непонятного? Агентами Москвы тысячи православных верующих назвали только за то, что крестный ход организовали священники московского патриархата, а не киевского. При том, что последний так и не был канонически признан в мировом православном сообществе. Его последователи считают раскольниками. Но радикалов это мало волнует. Если они тут встанут, осудят Путина и объявят ему анафему, то мы их пропустим. Этот депутат, видимо, не отдает отчет, насколько абсурдны его требования для участников крестного хода. Причем тут Путин, если в шествии вообще-то граждане Украины, которые молятся о постановлении мира на своей земле. Главная идея этого крестного хода – мир, любовь, согласие. С молитвой за Украину. Хочется, чтобы все люди объединялись в молитве. Чтобы молились к Господу и попросили мира в душе и на земле нашей. Когда Та-Киева оставались считанные километры, оба маршрута крестного хода якобы заминировали анонимные звонки в полицию, муляжи вдоль трасс и настоящие боевые гранаты. Видимо, ждали, что люди испугаются и дальше не пойдут. Но паломники продолжили путь. Верили не зря. После всех унижений о паломниках вдруг начали беспокоиться власти. Взяли под охрану. Часть пути до столицы везли централизованно на автобусах и всю среду тщательно охраняли. Нельзя ведь совсем развеять миф о демократической Украине. Радикалы существуют в той мере, в которой власть позволяет им действовать. Было ведь запугивание. Ну, все обошлось. Значит, все-таки власть добилась того, чего она кому-то пообещала. Такое впечатление, что и Порошенко, может быть, под давлением внешнего мира, все-таки решил, что нельзя допустить избиение женщин, детей. Но об имидже страны переживали только в Киеве. В регионах радикалам никто не мешал. На выезде из Одессы на глазах у полицейских активисты Автомайдана заблокировали паломнические автобусы. Угрожали разбить стекла, сжечь. Вместо 500 лишь несколько десятков верующих все же смогли добраться до Киева. Кто-то поездом, кто-то на попутках. В нашу поездку в Киев сорвал Автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец. Он не может поехать вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей пастрой в столицу своего государства в Киев. Он чуть не плакал. Разговаривать с нами вживую, не по телефону, эта паломница из Одессы отказалась, боится. Ведь чем упорнее жители Украины в своих попытках говорить о мире, тем агрессивнее нападки радикалов. И чем это может закончиться в Одессе, как нигде, с нами. Война для радикалов – это мать родна. Только война является их единственным источником пополнения их бюджетом. Индульгенцией от преследования за чисто уголовные преступления. Наши патриоты под видом антитеррористической операции занимаются рэкетом, грабежом, отжимом собственности, переделом по беспределу и всякой ерундой. И в то же время они все упаковывают в такую удобную оберточку под защиту Родины. Судя по заявлениям некоторых украинских, политиков не только радикалов раздражают молитвы о мире. Их в той же Верховной Раде называли московской провокацией. И постоянно подчеркивали, якобы большая часть жителей страны ходит в церкви Киевского патриархата. И этот крестный ход не поддерживает. При этом прямую трансляцию молитвенного шествия на телеканале «Интер» посмотрел каждый четвертый зритель страны. 4,5 миллиона человек. Если это не поддержка, то что же еще? В Жутомире, когда там возникли определенные проблемы с радикалами, крестный ход все-таки зашел в город, и приехали жители этого города. Их было гораздо больше, чем паломников. И всех паломников забрали по домам. Немаверно показательно, что в колонии крестоходцев, в колонии паломников шли воины, принимающие участие в АТО. Люди, которые видели войну. Картинка, которую демонстрируют определенные СМИ о том, что есть неприятие крестного хода, о том, что украинское общество против молитвенного шествия украинской православной церкви. Это все инсинуации, это иллюзия. Общество поддержало крестный ход. Общество, но не власть, которая так нарочито игнорировала этот крестный ход, не замечая ни его масштабности, ни упорства, с которым шли люди. На Владимирской горке целая делегация политиков появилась только на следующий день, когда отмечали крещение Руси. Праздновали, к слову, скромно. На молебен пришли всего три тысячи человек. Но зато они прихожане церкви Киевского патриархата, значит, свои. А кто тут чужой и истинные приоритеты, Порошенко озвучил с первых слов. Обращаясь к представителям всех конфессий, которые пришли поздравить, президент эмоционально рассказывал, как необходимо иметь собственную поместную церковь в такой великой стране, историю которой Порошенко переписывал похуже на ходу. Ведь если верить президенту, святой князь Владимир больше тысячи лет назад крестил не Русь вовсе, а Великую Украину. С величественного постамента равнопостальный Владимир будто благословляет всю нашу Русь-Украину, которая стоит в веках уже свыше тысячи лет после Владимирова крещения и стоять будет вечно. Поздравляю всех с Днем Крещения Украины. Вечная память Владимиру Великому и слава Украине. И хорошо, наверное, что сам Владимир Великий уже не узнает, сколько почестей за выдуманные заслуги ему отдают на Украине. Ведь своим указом в прошлом году президент провозгласил его создателем Руси-Украины, средневековое европейское государство, которое Порошенко сам придумал, сам пиарит. На момент крещения, на 988 год, ни о какой Украине никто никогда не слышал и даже не представлял себе, что такое может быть впоследствии. Этот день традиционно отмечается как день крещения славян, день крещения Киевской Руси, день единства русского, украинского, белорусских народов, но никак не какой-то особенный день для конкретно государства Украины. Ну как не поверить в существование выдуманного государства, у которого с русскими ничего общего, ни истории, ни религии, когда с экрана телевизора рассказывают такое. Это мы, проводки световой цивилизации. Это мы, прародители мировой цивилизации. Мы изобрели колесо, колесницу и велосипед, чтобы там весь мир не говорил нам про Египет, Месопотамию и Майя. Фильм одиозного псевдоисторика, которого даже на родине коллеги называют сказочником, Валерия Бебика, показывают на одном из украинских каналов, когда всерьез рассказывают о том, что первый фараон Египта Менос, из райцентра Меня на Черниговщине, а основатели Рима, Ромул и Рэм, из города Ромны Сумской области, кажется, пора вызывать скорую. Но на Украине Бебику присуждают премии и поручают возглавить общественный совет при Министерстве информационной политики. Подчеркнуть собственную обособленность и значимость для украинских властей, похоже, сейчас важнее решения конфликтов. То, что десятки тысяч граждан крестным ходом наглядно показали, как сильно они хотят мира, руководство страны как будто и не заметило. Ни официальных заявлений, ни комментариев скорого мира никто не обещает. Похоже, украинцам и дальше придется уповать только на Бога. Алена Германова, Юрий Липатов, Наталья Голуб, Алексей Литвинов, Первый канал, Украина.